И так, ну что ж, арияру, мои маленькие любители покушать и всего того, что покрыто камнем у микрофона, как всегда, ваш покорный слугам Амору, и это великолепная заборочка Minecraft Stone Block 3. В прошлой серии я напомню, что мы занимались производством бесконечного супа, и за кадром я немножечко подождал, и уже 83 штучки накопилось. Я считаю, что это очень даже хорошее количество, и такой скорости добычи, думаю, будет хватать на первое время. Ну а сегодня же в этой серии я хотел заняться таким увлекательным модом, как Ботания. Как вы можете наблюдать, я уже за кадром здесь немножечко занимался этим модом, и всё для того, чтобы попытаться как-то немножечко разобраться в этой модификации. Здесь у меня, как вы можете видеть, для начала забито всё поле эндерфлеймами, я их себе здесь разместил, они полностью работают по той же схеме, как я и говорил в предыдущей части. По центру стоит бассейн, который в теории должен собирать всю ману, которая окружает его вокруг, при помощи вот таких вот спарков, которые здесь размещены. По идее, эти спарки и нужны только для того, чтобы собирать и передавать ману, но пока мы им не дали команду, они этого делать не будут, а вернее не хотят. То есть мне сейчас нужно сделать так, чтобы вот этот вот бассейн был главным по отношению ко всем остальным, и чтобы в него в приоритете запиховывалась мана. И для того, чтобы это сделать, потребуется, как ни странно, доминантный ген для спарков, и создаётся он уж очень-то и непросто. Для него потребуются вот такие вот ингредиенты, и самое дорогое здесь в производстве это пыльца феи, которая создаётся в портале в Алдхейм. Уникальный портал, добавляемый этой модификацией, в который, к сожалению, нельзя попасть, но туда могут попадать различные ресурсы. И я уже как раз начал подготовку к этому измерению. Я создал здесь рунический алтарь, и благодаря помещению на него различного рода материалов, я сделал себе начальные руны. Осталась лишь одна руна, которая требует себя 5 моностали, 1 мана перл. Мы её ПКМом сюда всё размещаем, и ждём, когда рунический алтарь заполнится маной. А заполняется он маной, благодаря ману-разбрызгивателю, который стоит над основным алтарём. Сейчас этот алтарь мне приходится самостоятельно заполнять при помощи таблетки маны, которую я могу, допустим, на бассейн с маной кинуть. И он постепенно начнёт отдавать от себя всю ману, накопленную сюда, прямо в таблеточку. Если я кину её в этот алтарь, то он, получается, будет отдавать от себя всю ману именно этому бассейну. А всё благодаря вот этому посуху и посуху этой настройки. Когда он будет принимать и когда он будет отдавать. А сейчас же нам ничего другого не остаётся, как дождаться, когда вот этот вот маленький зелёный индикатор до конца заполнится, и мы смогли бы получить последнюю финальную руну. И вот мы видим то, что появилась новая иконочка. Мы сейчас кидаем сюда Ливен Рок и тыкаем ПКМ при помощи палочки. И получаем руну маны. Все эти руны нам нужны для того, чтобы сделать вот такую терракотовую пластину. Крафтится она не так, чтобы и сложно. И мы её получаем. И нам нужно создать такую мультиблочную структуру из блоков Лузурита и Ливен Рока. Размещаем. И получается, эта мультиблочная структура должна была бы создаться. Теперь мне нужно здесь как-нибудь, наверное, разместить спарк. И по идее она должна работать и принимать в себя ману, я надеюсь. И вот эта мультиблочная структура нам нужна для того, чтобы получать единственные возможные с помощью неё получаемые предметы. Это терракотовые слитки. Мы можем видеть то, что он от себя требует гигантское количество маны. А именно целый заполненный бассейн. Для него создание нужно мана слиток, мана перла и мана алмаз. Я это сюда кидаю и пошло создаваться. И мы можем видеть, благодаря тому, что я разместил здесь перлу, он автоматически начал всасывать в себя всю ману, которая была здесь накоплена. Как я понимаю, это здесь работает только потому, что в данный момент работает доминатная гена. И в данный момент ему требуется мана, а значит он в себя всасывает. Терростальный слиток, как в принципе терросталь, очень востребованный блок в моде Ботания. Из него укрываются супер-пупер и мега инструменты. Но сейчас он мне нужен только для одной цели. Сделать натуральные пилоны. А именно мне нужно сделать их в количестве две штучки. Я вот так вот их себе размещаю, для того, чтобы эти два бассейна с маной питали портал, который здесь будет размещен. Единственное, что этот портал тоже жрет гигантское количество маны. И сейчас нам придется немножечко ее запитать. Также я сейчас возьму лексику Ботанию. Найду здесь вкладочку портал Вальхейм. Здесь рассказывается как раз, какие нам блоки нужны. Сейчас мы главное вот эту структуру визуализируем вот здесь вот. И надо ее начать строить. Как я понимаю, самый ходовой здесь предмет, это живое вот этого дерева. Дальше нам нужно при помощи этого дерева ядро портала. И останется сделать вот такие вот блоки, что тоже до ужаса просто делается. По идее, вот такая вот структура должна быть у портала. И для его запуска нужно просто ПКМ палочкой тыкнуть. Мы видим, что процесс пошел. Рано я его как-то запустил. Мне нужно сейчас для начала немножечко эндерперлов взять себе. Получить вот таких вот маноперлов. И отправляем его в Вальхейм. Итак, успешно получаем пульсу фей. Теперь я делаю вот такой вот доминантный ген. Теперь я отсюда вот этот вот мана-разбрызгатель убираю. И делаю вот сюда вот доминантный ген. И мы видим то, что вся мана, которая здесь накопилась, успешно помещается в бассейн. Но это далеко не все, что мы можем получить с помощью этого портала. Рано или поздно он у нас закроется, поскольку требует от себя достаточно большое количество мана. Но ничего страшного. Главное, чтобы мы успели все сделать. Я хотел попробовать успеть сделать эльфийские разбрызгиватели. Вроде как они от тебя ничего не требуют серьезного. Только ливен лог, которые пройдут через портал. Как раз у меня есть примерно нужное количество этого дерева. И мы успешно получаем эти самые логи. А также нам нужно еще сюда парочку монасталей кинуть. Но монасталь, к сожалению, у меня закончилась. Поэтому я просто ее кидаю всю сюда. И мы увидим, как успешно монасталь, во-первых, здесь генерируется. А во-вторых, этот мана-бассейн сам автоматически заполняется. Что невероятно классно. Так, это все закидываю сюда. И вот эти розовенькие слитки я получаю. А значит могу сделать 9 штучек таких вот разбрызгивателей. К сожалению, мне сейчас придется, наверное, снести все бассейны. Чтобы заменить разбрызгиватели маны. И обратно останется только спарки разместить. По сути, эти разбрызгиватели отличаются, как я понимаю, ничем. Кроме как способностью в больших объемах переводить ману. Если я здесь активирую одни часы, которые позволят генерировать эту ману в больших количествах. Мы видим то, что мана отсюда не успевает переходить себя полностью в бассейн. И эту проблему нужно как-то попробовать решить. И в этой проблеме нам помогут вот такие вот линзы. Которые достаточно легко получаются. Потребуется, допустим, 8 штучек. А лучше сделаю чуть больше с запасом. Здесь мне понадобится сделать большое количество рун. Штучек 8, рун воды для того, чтобы получить руны эффективности. И, наверное, руны скорости. Для этого мне понадобится руна воды и руна воздуха. Все руны были успешно скрафчены. Теперь крафчу сами линзы. И, по идее, я вот так вот их могу как-то объединять в единые руны скорости и эффективности. А значит, я могу их вот так вот сюда вот на эти разбрызгиватели надевать. А значит, мне вот этот вот разбрызгатель здесь больше не нужен. И давайте пробовать смотреть. Для начала мне нужен, наверное, какой-нибудь драйвер, в который я помещаю продвинутый коллектор предметов. Мне нужно, чтобы ты помещал в себя только блоки мана стали. А значит, и собирать ты будешь только блоки мана стали. Потом как-нибудь сюда подлезем, сделаем так, чтобы можно было копить. Теперь мне нужен андезитовый туннель. И наш любимый компрессованный EMC-Link. Давайте его где-нибудь вот здесь вот я размещу. Делаю сюда вот в него входящий латунный туннель. Делаю так, чтобы латунный туннель выплескивал из себя блоки. И останется лишь сделать так, чтобы EMC-Link умел выбрасывать из себя блоки. И мы видим, как процесс пошел. Пока что он идет достаточно быстро. Но это все потому, что у нас, во-первых, есть мана бассейны, которые заполнены маной под завязку. Остальные пустые. Но ничего страшного, мы можем эти бассейны сейчас включить, работать на полную. Но даже так разбрызгиватели не справляются в единичном экземпляре. Ну ладно. Потом можно будет что-то придумать. И мы видим, что мы вышли примерно на эффективную скорость добычи. Сейчас останется мне сюда подвезти какую-нибудь проводочку. Надеюсь, она где-нибудь поблизости у меня есть. По идее, проводка сюда успешно подведена. И вроде как блоки мана стали успешно начинают копиться в системе. Да, очень медленно. Могли бы копиться и быстрее. Если бы вот этот вот разбрызгиватель мог быстрее передавать ману из цветочков. Хотя, как я посмотрю, что-то цветочки-то не особо маны запасены. Вроде как он всю ману впитывает и оставляет только один цветочек с небольшим количеством маны. Чисто символически. Но остальному ману он же все полностью, целиком, без остатка передает. И так, вроде, я думаю, хватит этого количества. Теперь я в крафтере должен сделать рецепт, чтобы получать из монастали монасталь. Запиховываю ее в наши основные рецепты. Идем вот сюда вот. Делаю сюда вот крафтинг абрейт. Помещаю сюда монасталь. Сюда вот монасталь я тоже помещаю. И давайте включать. По идее, она начала работать. И сингулярности начали копиться. И я вижу то, что здесь нужно 72 штучки. То есть, грубо говоря, за время, проведенное вот этим компрессором, нужно успеть сделать два блока. И примерно такое количество-то и получается, как я погляжу. Надо помониторить еще этот момент. Будет ли хватать у нас в итоге слитков монастали или нет. В любом случае, это нужно мониторить. И в любом случае, на это нужно смотреть. А пока что немножечко сингулярности мы сделали. И получили еще на одну сингулярность больше. Я вижу то, что у нас осталось всего две сингулярности. И последние два ингредиента. В виде тропической рыбы. И иглобрюха. Должны завершать в итоге этот крафт. По созданию вот таких вот космических митболов. Все, они успешно создаются вообще без каких-либо проблем. Скорость меня более чем устраивает. А значит, я могу успешно организовать поступление всего того, что здесь есть в этой бочке. В наш энтерчест. А из энтерчеста эти космические шарики попадают в драйвер на нашей базе. Ну а также нам еще раз, наверное, туда придется вернуться. Ради того, чтобы создать вот такие вот гигантские энтерперлины. И судя по всему, тут нет ничего сложного. За заключение вот этих четырех слитков. Крафт которых, возможно, потребует большое количество времени. И также нам потребуются, я так понимаю, электромоторы, которые у меня абсолютно закончились. Но здесь у меня вроде как полуавтоматическое производство их готово. Вот автоматический крафт здесь готов. И электрические моторы должны поступать сюда в неограниченных масштабах. Но все равно, пока мы в этом измерении, энтерперлов подождет. Я хотел бы попробовать заняться автоматизацией вот этих вот сингулярностей. Касательно соус гемов. Вроде где-то мы их производили, но вспомнить бы, как это все организовано было. Мне по-хорошему, как я понимаю, нужен чембер. Я вот здесь вот его размещаю. В него должны запиховываться, допустим, шарды. И получаем мы здесь кристалл. И вот они, по идее, пошли создаваться. И очень даже с большой скоростью. Я вижу то, что тут мана, в принципе, бывает. Это мне не нравится. По-хорошему вот такую структуру я должен сделать здесь еще несколько штучек. И даже вот на таком расстоянии я вижу то, что отсюда, сюда поступает мана. А значит, вот это все пространство мы можем успешно видоизменять на лавовые блоки. Как я погляжу вот эту систему, которая у меня стояла здесь раньше, можно даже видоизменить. За ненадобностью скорее. Снова я попробовал организовать систему. Видим то, что все равно мана заканчивается. Но заканчивается она куда медленнее. И, судя по всему, даже не особо-то она и заканчивается. А гемы копятся. То есть, при желании, я могу себе еще здесь организовать систему таким образом, чтобы вся она приносила нам ману. То есть, мне нужно сейчас еще немножечко над системой поработать. Возможно, еще немножечко SourceJar здесь разместить. И попробовать разместить также несколько чемберов. Потому что вот эта скорость меня абсолютно не устраивает. И нужно сейчас помониторить, что происходит по мане. И, судя по всему, один SourceLink нужен на один вот такой вот производительный чембер. Поскольку я вижу, что мана у нас даже с лихвой. И, если что, можно попробовать здесь еще несколько чемберов разместить. Но я думаю, это будет позже. Сейчас я хочу воспользоваться помощью кобелей. И External Storage подключить к этому драйверу. И когда же SourceGamer начали попадать в наше успешное хранилище, останется лишь найти место, где я могу здесь его разместить. И все готово. Нажимаем на кнопку. И мы видим то, что у нас в сингулярности начали копиться. Копятся они достаточно быстро. И их уже у нас 9 штучек. Что я считаю неплохим таким прогрессом. И осталась лишь финальная сингулярность. И пока что, как ее сделать, я ума не приложу, если честно. Ну, примерно такая автоматизация здесь получается. Ничего умнее я не придумал, как делать это на запутанных блоках и EMC-линках. Запутанные блоки нужны для того, чтобы запиховывать сюда стеклянные панели, которые, к сожалению, не имеют EMC, из-за того, что у них получается он слишком маленький, видимо. И таким образом у нас получают здесь аддонные процессинги. И, пожалуй, я сразу себе еще один чембер создам. И повторю на нем точно то же самое. Две стеклянных панели, два редстоуна, верстак, печка и алмазная шестеренка. Это вроде все блоки, которые здесь понадобятся. Делаем так, чтобы это сюда все попадало. А я перепутал, конечно же. Тут нужно две шестереночки алмазные. И, конечно же, не забываем об энергии, которая сюда подводится. И процесс пошел. Давайте запихнем сюда парочку улучшений на скорость. И вот уже процесс гораздо-гораздо быстрее идет. Теперь я хочу сразу это все помещать в нейтронный компрессор. И это все банально я сделал вот таким вот образом при помощи труб. Я надеюсь, что это все пойдет, конечно же. В компрессор сразу они помещаться не хотят. Но ничего страшного, у нас есть драйвер. Из драйвера я делаю это в компрессор. И вот мы увидим, как процесс пошел. Останется лишь сделать так, чтобы из компрессора это все при помощи импортера какого-нибудь забиралось. На всякий случай я здесь размещу себе пиздестал. И мы видим, как безумно быстро процесс пошел создание. Это меня, несомненно, радует. А значит, вот эти сингулярности второго тира должны создаваться. И вот они у нас, квест завершаем. И получается, для финального создания слитка бесконечности нам не хватает лишь двух ингредиентов. То есть раздробленные пластинки и вот такой вот эндерперлы. И сейчас мы это все будем организовывать в том же самом нашем любимом измерении. Вот, вот, теперь точно клецо нужного размера. Оно получилось гораздо больше, чем я предполагал. Ну да и ладно, сейчас останется лишь дело за малым. И вот, крафт успешно завершен. И авто создаются наши эндерперлы. Ну а так, чтобы получать вот отсюда любые диски, я думаю, с этим вообще никаких проблем не будет. Запускаем систему и получаем раздробленные элементы пластинок. Они успешно сюда помещаются. Это значит то, что и вот это, и вот это я выполнил. И могу забирать с чистой совестью. А это и значит не что иное, как полностью вот эта вот вещь автокрафтящаяся завершена. Мы можем успешно забрать ресурсы, чтобы еще раз в этом полностью убедиться, что везде галочки стоят. Мне только что за выполненные квесты выпал вот этот вот меч, который никак не создается. Который имеет прочность в полторы тысячи единиц и лутинг 25 уровня. Эээ, допустим. Это большое спасибо. Пригодится. И раз у нас здесь галочки везде стоят, это значит лишь одно. Что в следующей уже серии мы с вами сможем крафтить бесконечные слитки. Ну и в таком случае мы будем с вами потихонечку заканчивать. Всем спасибо, что смотрели. У микрофона было как всегда. Ваш покорный слуга Мамору. Еще услышемся.